Для меня форма всегда первостепенна, но форма не в классическом, ортодоксальном понимании, что форма есть главная, есть побочная. Так его никогда и не было. Собственно, то, что мы сейчас анализируем как главная и побочная в сочинениях классиков, это вообще термин, это ввел Адольф Макс в середине 19-го столетия. И Моцарт никогда не знал о том, что это у него главное, это побочная. Просто он, это естественный диалектический процесс, который он изображал музыкальным языком. Вообще, что такое музыка? Для того, чтобы определиться, музыка у нас от студентов спрашивают, что такое музыка? И кто ответить не может? Чем занимаются? Не знаю. С трудом добиваешься того, что искусство. Уже неплохо. Музыка – искусство. А чего искусство? Искусство звука. Музыка – искусство звука. И, соответственно, звук у нас физическое явление, которое во многом, как мрамор определяет работу скульптора, это каратский мрамор, или сургутский, извиняюсь за выражение, за сравнение. И здесь то же самое. С каким мы работаем звуком является для меня принципиальным. То есть, современно есть такое направление спектрализм, в том числе, вот вчера Ольга играла пьесу «Спектр диопсиды», которая как раз написана в этой технике, очень сложная техника современная. То есть, предполагает изначально анализ спектра звука, какого-то отдельно взятого звука на компьютере. То есть, почему называется спектр диопсида? Некоторые, наверное, вчера не сказали, были в недоумении, что называется спектр диопсида, а читали «Зверев чаще» Джеймса. Так вот, спектр диопсида, почему? Был взят за основу звук диопсида, то есть, минерал диопсида, удар диопсида, об диопсида. Этот звук был записан, проанализирован на компьютерной программе Метасенс. И мной были выбраны 12 подряд идущих тонов из этого спектра, именно из этого спектра, которые легли в основу серии. И дальше композиция развивалась по принципу серии. Но учитывалась еще и драматургия самого звука диопсида. Дело в том, что любой звук, он проживает в пространстве определенного жизни. И всегда разное. Например, физический феномен, если отрезать у фортепиана самое начало, то мы получим звук, максимально приближенный к звуку флейт. Так и вот, дело в том, что каждый инструмент задает не только для меня характеристики, как с ним обращаться, но и характеристики формы сочинения. Поэтому для меня всегда спорно, когда сочинение нужно перекладывать с одного инструмента на другой. Приходится вносить очень существенные изменения. То есть, либо какие-то очень яркие точки расставлять, чтобы форма, даже развитие формы иное становится. Вот в Лобачевском играли, это два дня назад было, Лейбер из Рафилла, книгу из Рафилла для флейта и фортепиана версии. Есть еще версия для контрабаса и фортепиана, исходная, первичная версия для контрабаса и фортепиана. Вот, и версия для Домра. Это три совершенно разных сочинения. Там точки кульминационные разные, там осмысление этих сочинений совершенно разное. То есть, вот что такое форма. Получается, для меня форма, это форма, знаете, если мы будем считать, что каждое музыкальное произведение представляет собой определенный мир, то это X и Y вот в этом новом пространственно-временном континенте, в этой новой сетке. То есть, вот что такое форма. Мы задаем сетку координат, в которой будет прочитано это сочинение. Поэтому это может быть как классическая форма, которая не будет меня, опять же, сковывать. То есть, если я пишу сонатную форму, это не значит, что там не может появиться чего угодно, где угодно. Если это требует музыкальный процесс. Может быть, очень много у меня свободных. Наиболее типичной и внутренне обусловленной, обоснованной для меня лично является форма, которая так или иначе связана с возвращением материала, с его варьированием, постоянным его переосмыслением. Это просто входит в мою концепцию, входит в мое мировоззрение. Для меня наиболее количество сочинений написано в такой свободной форме, где есть постоянное обновленное возвращение материала. Материал постоянно переосмысляется. Назвать это какой-то формой, вариациями, у меня бы язык не повернулся это назвать. Все-таки под вариацией мы понимаем нечто совсем другое. Свободной формой, наверное, надо будет называть, начиная с 21 века, все сочинения, которые создаются. И опять же, с другой стороны, вот спектр диапсида, который мне фактически не оставлял выбора формы. Было расставлено все в звуке. Мне лишь надо было максимально проявить это на уровне музыкального материала. Свободная ли эта форма? Если она значительно жестче детерминирована по форме, чем форма сонатная. То есть и называть это свободной формой я бы тоже и не смог. Это просто форма проживания звуком, концепцией, драматургии, сочинения его самого, изживания его. То есть оно не должно длиться больше, чем оно должно длиться, и не должно, по себе, уже длиться меньше. Получается, мы получим такой мир, у которого пол стены, да, нет? То есть дом не будет стоять, если у него половины его нет. И то же самое, если в пьесте что-то недостроено, она рухнет. Маленькая какая-то деталь, и все может полететь к чертям, все остальное не спасет. Поэтому форма, решающая значениями, значительно больше, чем интонация, значительно больше, чем даже составность. Даже, несмотря на все то, что я говорил до этого. То есть выбранная концепция реализуется в форме. Потом все остальное подтягивается, как когда планета зарождается, да, все вот эти ветеориты подтягиваются к центру, который является ядром притяжения. Вот, вот так, наверное, происходит процесс. По крайней мере, у меня. Я не отвечаю за всех остальных композиторов, которые могут вам сказать совершенно все с противоположностью. Ну, вот так. Продолжение следует...